приветствую вас друзья вы находитесь на канале про питер канале о недвижимости все больше просто о недвижимости давайте мы с вами поговорим вот о чем о кризисе двадцатого года совершенно очевидно что он уже наступает мы пока не знаем насколько он будет глубокий первое что я хотел сказать мы учли ваши пожелания и никакая лампа вам больше в глаза не светит если вам все-таки что-то еще не комфортно и есть замечание по картинкой пишите учтем и так кризис что я могу по этому поводу сказать так уж сложилось что я давно работаю в недвижимости кроме как в этой сфере больше нигде не работал я в этой сфере тружусь аж 2007 года и я прекрасно помню кризис 2008 года прекрасно помню 2014 года этот скачок доллара и те наблюдения которые у меня были в те года в принципе я думаю что что-то подобное будет и в это же время итак я нарисую график то как ведут себя цены на недвижимость вот у нас недвижимость росла 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 тихонько теперь будет вот такой скачок а потом она будет падать почему она росла до этого до этого момента я снимал в прошлом году осенью ролик где я говорил о прогнозе цен на недвижимость принципе все что я говорил она все сбылось за это время выросла недвижимость на первичном рынке на 25 процентов в связи с введением скроу счетов на вторичном рынке выросла на 20 процентов я ошибался только в одном я думал что недвижимость на вторичка будет расти медленнее она скакнула тоже достаточно быстро если вы посмотрите мои первые ролики которые я снимал в самом начале говорил что 3 миллиона а то и дешевле можно купить брежневку там не знаю на любой станции метро в 10-15 минутах ну там условно комендантский проспект пионерская не знаю звездная любую возьмите сейчас дешевле чем 3 500 вы там ничего не найдете то есть это тоже факт можете это все проверить дальше почему будет вот такой скачок да вот этого пика на вот этот тупом почему потому что сейчас на мой взгляд люди будут фиксировать деньги в недвижимости это о том не то чтобы вот обычные люди да я очень люблю работать с обычными людьми которым надо жить у которых дети которые переезжают и покупают недвижимость для того чтобы им самим там разместиться или для своих детей студентов чтобы они впоследствии там жили вот это одна категория она все равно как было так и будет потому что дети будут продолжать рождаться люди будут переезжать и все остальное но есть ведь большая категория людей у которых достаточно много свободных денег вот он сидит смотрит на пачку в 5 миллионов и думает то ли porsche cayenne ему купить пойти обновить свой то ли недвижимость купить и в этом случае очень часто люди приобретают какой-то такой ресурс который ну меньше все равно дешевее чем например автомобили и недавно один из клиентов мне сказал одну очень умную вещь что недвижимость это единственный способ инвестиций не спекуляции а инвестиций то есть не так что ты купил потом подождал и продал конечно это тоже можно мы сейчас уже те золотые времена прошли когда годовая доходность была там 30-40 а именно чтобы вот купить и в долгую например там 10-15-20 лет ее сдавать и плюс-минус какие-то денежкой с этого получать такие люди тоже есть они там не знаю достаточно молодом возрасте вот у меня есть клиенты которые в 30 лет покупают себе квартиры для того чтобы там пораньше просто выйти на пенсию и пораньше заниматься какими-то своими делами вот теперь дальше почему она будет падать вот этот вот ну я художник тут еще от слова худо но тем не менее почему она будет падать падать она будет вот по какой причине что в целом у народа будет все меньше и меньше денег об так все откладываю планшет соответственно эту запись мы вам вывели на экран у народа будет все меньше денег почему будет так ну да потому что кризис на то есть если вспомнить опять же тот же 2008 год меня что больше то пугает что бог с ним с 14-м годом ну там до доллар стал дороже и все остальное но как ты старались это дело выравнивать ипотекой более дешевый ли чем-то еще но сейчас ввиду того что дешевая нефть денег у государства ну пока наверное есть но как будет дальше мы не знаем а нам же надо думать не только о периоде полгода год нам нужно думать о том что будет ближайшие 10 лет и вот если говорить в перспективе ближайшие 10 лет то наверное может быть недвижимость будет падать но при этом такой интересный момент что падать она будет во всей россии и в меньшей степени или продолжать расти только в крупных городах крупные города их там буквально 4 считал 5-7 штук на санкт-петербург москва краснодар новосибирск казань что еще забыл сами вспомнить ну то есть именно в каких-то действительно крупных городах больших центрах куда люди едут куда люди переезжают из более маленьких городов если вы живете не в этих городах то меня для вас ребята плохие новости потому что маленьких городах как правило ну там не знаю если раньше люди приезжали горе суши у нас 2 миллиона остальное добиваем ипотека сейчас будут приезжать быть у нас полтора вот я примерно вот это вот скажем так могу предположить дальше возникают вопросы что же делать то есть сказать что все побежали быстро покупать недвижимость ну тем людям кто и так собирался кто и так планировал то наверно да лучше изменяюсь клювом не щелкать если в принципе как говорится денег нет ну так их и так не и так нет и так нет то есть когда будете более готовы ну господи переедете какое-то время поснимаете потом стабилизируется финансовая ситуация уже там скажем будете покупать в расчете на свои финансовые опять же силы вот в общем если коротко то размышления такие если вы со мной или согласны пишите в комментариях если вы со мной не согласны тоже пишите в комментариях опять же еще раз подводя резюме что будет сейчас ближайшие месяца 3-полгода будут все расхватывать очень много сейчас мы продаем новостроек потому что ну это опять же это общая информация в москве тоже очень много сейчас продается то есть быстро 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 сейчас все раскупить те у кого есть деньги те которые откладывали планировали что-то впоследствии делать они это делаю сейчас и правильно на мой взгляд делу когда они начнут падать мне кажется ну это слово от очень сложно предполагать то есть я сам в общем-то не сильно уверен своих словах потому что но это правда это никто вам не скажет но я думаю что там течение условно говоря двух лет может быть трех лет будет или по крайней мере остановка цен потому что сейчас они растут и продолжают расти или может быть какой-то откат назад но еще смотрите что хотел добавить есть такое интересное у меня наблюдение в свое время в кризис 2008 года я продавал одну и ту же квартиру сначала за миллион семьсот пятьдесят нет врук миллион семьсот а потом миллион девятьсот пятьдесят то есть почти в два раза была цена не такую же квартиру а именно ту же самую почему потому что сначала ее люди покупали в пик цен вот прям были самые дорогие цены то есть была ипотека и это все покупалось продавала всякое такое потом когда все рухнуло в моем маленьком городе цена продажи этой квартиры была такая плюс она еще была и в ипотеке поэтому там скажем если по рынку бы ее продавать она была бы без ипотеки она была бы где-то миллион сто вот но при этом так получилось что человек который квартиру эту купил он не был моим клиентом моим клиентом был продавец так как все прошло хорошо он потом ко мне обратился за продажей но тот максимум за которую можно было ее продать была именно такая цена вот звучит страшно но это факт но что интересно в этом же самом доме двухкомнатная квартира всегда стоило ровно полмиллиона плюс то есть если допустим квартира однокомнатная стоит миллион семьсот то двухкомнатная на тот момент она стоила 2100 если мы говорим о цене в девятьсот пятьдесят но там опять же говорю это было ниже рынка потому что квартира была в ипотеке квартиры в залоге никогда дорого не продаются это факт ну что нужно взять найти какого-то извиняюсь дурака на рынке взять с него денег его деньгами закрыть предыдущую ипотеку и только после этого ему продавать если мало ли что происходит ну человек ничем не защищен поэтому мы сейчас например залогу квартиру покупаем очень редко очень не хотя и с большим скрипом потому что правда клиента практически невозможно защитить но в этом случае играл на стороне продавца и мне нужно было это сделать вот и когда мы эту квартиру продавали там двухкомнатная на тот момент стоило ну вот опять же те же плюс плюс полмиллиона мы примерно полтора полтора может 16 вот и поэтому вот это соотношение если вы купили какую-то квартиру и потом хотите поменять ее например на двухкомнатную и сейчас доплата миллион скорее всего это доплата сохранится вот так что вот есть такое наблюдение не знаю насколько поможет что ж друзья относительно цен наверное добавить особо нечего да то есть есть тоже сказал уже выше что в регионах они будут падать гораздо больше и если люди сейчас доплачивают допустим какую-то сумму возьмем ее там x да то есть продав у себя не знаю однокомнатную хрущевку в городе перьм она там будет стоить полтора миллиона примерно да а покупать петербург и будет стоить три с половиной то там она будет стоить потом со временем миллион двести или миллион триста допустим для примера говорю да перемещение самый маленький город можем взять город березняки пермского края вот там например вот а здесь цены конечно или останутся такие же или если упадут то не значительно устанет например 3 300 но эти 200 они в общем-то ну не спасут отца русской революции что же друзья вот такой грустный ролик вот такой он печальный вот такой невеселый еще раз говорю те кто собирается делать не тяните если кто-то планирует дальнейшую перспективу там пять лет мы подождем посмотрим что будет с ценами и тогда будет понятно что с этим делать что ж спасибо вам подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания для самых стойких в конце ролика будут красивые виды города санкт-петербург можете посмотреть и немножко может быть вам станет лучше и веселее то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok